Всем привет, мои хорошие! Ну что, хочу немножко вам повещать про медицину здесь в Испании. Какая она здесь сразу прекрасная. Одно я поняла. Если вы умираете, и вам очень плохо, едьте в скорую помощь. И не факт, что вам там тоже сразу же помогут. Но всё-таки есть шанс, что вас спасут. Потому что, ну, обычный врач, это как обычный наш терапевт, естественно, он ничем вам помочь не сможет. Здесь такой нет функции, как вызвать врача на дом, как у нас есть. Если это в России, Белоруссии. Ну, не так как в России, но, по крайней мере, у нас на самом деле вызываешь врача на дом, без вопросов терапевта. Приезжает, выписывает в больничный, если это какая-то простуда, грипп, я не знаю, что-нибудь ещё. Если же какой-то узкий специалист дает направление к узкому специалисту, на любом случае открывает больничный, если тебе плохо. Вот, здесь же такое не пройдёт. То есть ты едешь в скорую помощь. Так случилось со мной. У меня случился троп. То есть мы экстренно поехали в больницу. Нас отправили в платный госпиталь. Там мы просидели, наверное, порядка трёх часов в очереди. Нас как бы приняли. Это было воскресенье, 20 декабря. Посмотрел мою руку. Сказал, да, скорее всего, это троп. Приезжайте завтра. Назначил нам УЗИ. Приезжайте на УЗИ, а там потом будет видно. Всё, мы приехали, сделали это УЗИ. Ещё забыла сказать про страховки. Уже поменял локацию, что очень неудобно со страховой на самом деле. Не знаю, как если ты оформляешь страховку здесь, в Испании. То есть у меня страховая была с Белоруссией. У них какой-то вообще посредник был ещё на Украине. Савитаргрупп какая-то. У меня, например, страховая Белгострах. Я написала им. Они говорят, мы сейчас типа с сотрудниками, с посредниками свяжемся. А у них, как получается, на Украине ещё какой-то офис. Я с ними связывалась. То есть каждое назначение врача, например, мы приехали в воскресенье к врачу. Согласовали встречу. На следующий день нам надо было УЗИ. То есть я пишу, мне надо УЗИ. Они там могут час-два не отвечать. То есть ты не знаешь вообще, тебе ответят, не ответят, оплатят, не оплатят. Короче, он говорит, да, мы согласовали, едьте на УЗИ. Врач сказал, желательно с утра, пока будет моя смена. Мы приезжаем на утро в 9 утра. У нас УЗИ не назначено. Я говорю, а где наше УЗИ? Пока пишешь опять в эту страховую, пока опять они тебе ответят. То есть это не 5 минут, они могут полчаса не отвечать, знаете, там 40 минут. В итоге она мне отвечает, что на 12 часов у УЗИ, а мы приехали к полдевятому. Вот нормально, да, то есть вечером она мне не... Вот я вам говорю, я, наверное, в 5 часов вечера и написала. Она мне целый... Нет, она мне только написала, что всё согласовано, едьте кричу. То есть не сказала ни времени, ничего, да. Мы приехали, получается, у нас было на 12 часов. Мы, ну, как не знаю кто, да, не хочется ругаться, приехали к полдевятому, потеряли целую кучу времени на нервах, естественно. В 12 часов меня только приняли, вот. И говорю, каждое согласование, потом, получается, нас в этой клинике отправили в другую клинику. И, получается, каждый момент ты должен согласовывать со страховой. Это очень неудобно, это очень на нервике, и ты каждый раз, говорю, вот, пишешь, общаешься, как бы, со страховой. Хорошо, какая медицина здесь, в Испании? Я буду рассказывать на личном примере, как говорится, что... За что я купила, за то я продаю. Вот, все равно случился тромб. Я не знаю, что там будет с другими клицезаболеваниями. Рассматриваю пока вот по страховке, что вот мы приехали по страховке, нас приняли, посмотрели. Мы отсидели в очереди вот в этой скорой. На следующий день нам назначили УЗИ, мы приехали тоже, отсидели в скорой в УЗИ. И потом вот это надо было еще заключение у врача ждать. То есть, к врачу еще 4 часа отсидели в очередь, потому что все идут тоже с разными случаями. То есть, ты сидишь, ты ждешь очередь. Они посмотрели эти все заключения и приняли решение, что они мне помочь ничем не могут. То есть, получается, меня, моя страховая, зря отправила в эту клинику. У них не было ни нужного специалиста, ни нужного оборудования. Они мне посоветовали обратиться в другой госпиталь, бесплатный. То есть, ну, имеется в виду, бесплатного для испанцев. То есть, бесплатная медицина. Там мне они сказали, что помогут. Вот, мы поехали в другую больницу. Там, хочу сказать, что меня быстро приняли, буквально за полчаса. Может, не было какой-то очереди такой вот в этой скорой помощи. Там намного больше сама больница, намного больше сама эта скорая помощь. Ну, буду делиться своими впечатлениями. То есть, меня сразу погрузили на эту каталку. Ну, такая каталка современная, да, что вы представляли. Естественно, меня раздели, переодели. Выдали эту одноразовую медицинскую одежду, да. Сразу же, у них так интересно сделано. Сразу же такие кабинетики. Тебя заводят в этот кабинетик. Там сразу берут все анализы нужные. Там тебе, крица, тем более, сейчас еще коронавирус. То есть, сразу же берут, наверное, тест на ковид. Вот эти все тесты побрали. Я, наверное, часа два, у меня не было часов, потому что телефон был в сумке внизу. Часа два, я, наверное, там находила со всеми этими обследованиями. Обследовали там, анализ крови брали, еще что-то. Вот, все это на каталке. Взяли мне еще рентген, короче, посмотреть там на мой тромб, что там со мной представляет. И потом меня завезли, то есть, на первом этаже, такие даже как не палаты, а такие за шторками. За шторками вот такие. Мы, получается, три кровати вот были за шторкой. Там как бы ходят эти врачи, медики. Там у них как ночная смена, естественно, там люди приезжают, они его принимают. Кто-то там уже лежит три дня в этих вот таких походных условиях, скажем так. Условия, конечно, ужасные. Отношения, да, к тебе хорошие, с вниманием. Там тебя спросят, боли, не боли, там, оденут, переоденут, там, таблеточку дадут. Но вот сама вот эта, как сказать, скорая помощь на первом этаже, конечно, такие спартанские условия. Бедные там бабушки эти, я говорю, я ночь побыла, и мне уже просто страшно туда, не дай бог, возвращаться. Потому что бедные эти старушечки, даже не то, что старушечки, им еще там по 60, там, под 70 годов. То есть, не совсем еще старушечки, но просто, но просто женщина уже в таком плохом состоянии находилась, здоровье, что не буду вам это все описывать, что я там насмотрелась. Конечно же, мне хотелось уже оттуда встать и идти своими ногами, желательно, домой. Вот, но еще раз говорю, что обслуживание очень хорошее, тебе все принесут. Но опять же, если ты докричишься, то еще с вечера еще не подходили. Ночью я там кричала, хоть откричись, тебя не слышат. Это еще у меня голос покрепче, да. Плохо, что нет вот этих вот кнопок, да, там, нажал на кнопку, и к тебе подошли. То есть, вот бедная старушечка, да, у нее там нету тех сил. Я там сразу пятого кричала, они подходили. Ну, я женщинам, то есть, звала. Вот. На утро пришла медсестра, то есть, нас всех там помыли, так провели нам, так сказать, гигиену. Все прекрасно, и лицо, ну, так как, получается, мы в лежачем положении, у меня тоже тромб, мне сказали, вставать нельзя. Да, и все, то есть, все, не в туалет, никуда, на утку, это, конечно, ужасно, такие воспоминания. Сейчас я уже могу об этом говорить. Сразу же по приезду из больницы, мне вообще вот эта еда, которую нам давали, нам давали на ужин потаха, это такое, как рагу овощное, и давали тортылью. Это, то есть, такое яйцо, знаете, такое испанское блюдо, картошка, жареная кубиками, сверху заливают яйцом. Так я вам хочу сказать, что я, вот когда мы проходили Америкадони мимо тортильи, я, ну, наверное, не знаю, 4 месяца, 3 не могла смотреть на них, потому что я сразу этим больничным отдавала. Хотя вначале мне даже понравилось, я приехала, так вроде как бы все прикольно, тебя там все обслуживают, вот. Ну, говорю, ночью уже как бы они нас забивают на больных, там где-то своими делами занимаются, может, мало людей на смене, но очень трудно было до кого-то дозваться, докричаться. Ну, наутро пришли, нас помыли, лицо там, даже дати, внизу вещи, говорится, все привели в порядок, все мы были, говорится, все красивые, все готовы к встрече доктора. И пришел доктор и сказал, что я могу идти домой. Ну, еще хочу сказать, что вечером, даже не вечером, но очень в 12 часов где-то пришла, пришла врач, женщина была на смене, она мне сказала, что ничего страшного, там типа вас тромб небольшой, типа не бойтесь, спите спокойно. Вот, а наутро пришел врач, и он вообще мне сказал, можете идти домой, то есть вот так. Вечером я умирала, мне сказали вообще не двигаться, не вставать, ничего не делать, вот, а утром уже можете идти домой, ну и слава богу. А в завершение хочу сказать, что тромб очень трудно диагностировать, если он там не на ноге, да, если там нога не в активной фазе, не покраснела, не посинела, там не знаю что. Что, была женщина, вот, 70 лет, у нее тромб в желудке нашли, вот представьте. И она говорит, мне ничего не болело, это просто чисто по анализу крови, как-то они вычислили, что у нее что-то там есть, и потом ей какой-то сделали сканер или что, ну, короче, вот они и выявили этот тромб. Вот представьте, то есть, я читала, что тромб может быть, ну, понятно, и в голове, и в сердце, и в легком самое-то ужасное, и, грубо говоря, практически во всех внутренних органах человека, ну, естественно, там, где есть вены. Вот, ну, о других байках, страшилках по поводу испанской медицины я буду рассказывать в моих других видео, вот, на такой вот уже жизнерадостной ноте, вроде как бы я не умираю. Еще хочу, естественно, сказать, что когда мне сказали, что у вас тромб, у меня был шок, я предполагала, что тромб, но все равно, знаете, когда вот тебе говорят какой-то такой диагноз, сразу же шок, страх, а что будет со мной, естественно, я плакала, естественно, мне было страшно, я прощалась с жизнью, я позвонила дочке, может, это была глупость с моей стороны, чтобы она готовилась к наихудшему, потому что, ну, никто не знает, что будет завтра, правильно? То есть, конечно, для меня это был стресс, я уже прощалась с жизнью, на самом деле, вот, но, слава Богу, как бы я жива, хочу сказать, что я очень активно молилась и продолжаю молиться, благодарить Бога за все то, что я жива, что он мне еще оставил на этой земле, и потом мне многие пишут, Ира, ты такая позитивная? Да, я стараюсь быть позитивная, потому что Бог мне вот такую дал стряску, что показал, Ира, ты завтра можешь здесь вообще не жить, грубо говоря, поэтому, милые мои любимые, цените каждый день вашей жизни, наслаждайтесь каждым моментом вкусной едой, прогулкой по лесу, по парку, я не знаю, просмотром фильма, то есть, в каждых вот этих вот мелочах есть какая-то такая своя прелесть, И просто найдите эту вашу прелесть, у меня в данный момент я развиваю свой канал, мне это приносит массу удовольствия, конечно, очень затратно энергетически, я еще ничего вообще не зарабатываю, так, для справки, вот, это мне просто такое вот, как мое детище, то есть, я над ним работаю, я придумываю темы каких-то видео, чтобы вам было это интересно, разнообразно, поэтому придумайте себе какое-то занятие, чтобы вам было нескучно жить, кроме вашей работы, всегда говорят, что у человека должно быть еще какое-то хобби, или просто, даже если у вас нет этого хобби, я говорю, вот, просто, даже просто прогуляться по лесу, по парку, не знаю, по городу, сходить где-то кофе попить с подружкой, с каким-то круассаном, это уже сделает ваш день, в любом случае, у вас поднимется настроение, поэтому, несмотря на какие-то погодные условия, желаю вам всегда находиться в хорошем настроении духа, не унывать, с хорошим настроением, на позитиве, надеюсь, вам было интересно смотреть мое-то видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, для тех, кто подписан, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить выпускного видео, всех обнимаю и целую, всем всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok